Я понимаю, что у меня больше материала, чем я могу вместить за это время, поэтому буду делать обрезание. Когда меня попросили учить по дарам Духа Святого, то я говорю, что мне понадобится неделя, чтобы по пророчеству только разобраться. Потому что очень много нужно понять в этом сфере. Надеюсь, что я вам основные моменты дам, так, чтобы у вас было понимание. Хорошо. Я просто скажу здесь, что в 1 Коринфянам 13, я думаю, это 24 и 25, Павел говорит что-то о проповедии. Павел говорит, когда все пророчествуют и войдет, кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. Таким образом, тайны сердца его обнаруживаются. То есть Павел говорит, что каким-то образом проявляется сверхъестественное откровение во время пророчества. в такой степени, что слышащие это обличаются в своем духе и приходят к Господу. Я хотел упомянуть эту сферу, пророчество и проповедь, так как я думаю, что очень большое непонимание здесь. Некоторые говорят, что проповедь это пророчество. В ракурсе предвозвещения в пророчестве. То есть, они передают слова Бога из Писания. Я думаю, что это можно так понять. Но, поскольку, если мы говорим о дарах Духа, то мы говорим о чем-то сверхъестественном, и не то, что мы достигаем своими усилиями, своей работой. Служение пророчества очень отличается от учителя. В Ефесянам 4, стих 11. И часто мы ассоциируем проповедь с учением. Учительством, хотя это также не всегда правда. Не всякая проповедь является учением. Наставлением. Проповедь может быть увещеванием, например. Поэтому в этом плане существует небольшая разница. Так же может быть правда, что ветхозаветные пророки как проповедовали, так и пророчествовали. Так же человек, который является в должности пророка, может быть хорошим проповедником. И в определенном смысле проповедь может содержать элементы пророческого. Но эти два отдельных дара не следует путать. Это была большая проблема в истории церкви. И так много непонимания в отношении, как действуют дары, как они функционируют или должны функционироваться. Хочу вам перечислить три основных момента. Как проповедник проповедует? Он изучает Слово. Так же возможно, что Дух Святой вдохновляет его в процессе. Но, во-первых, истинная проповедь выражает ум Бога путем указания на Священное Писание. Во-вторых, с другой стороны, истинное пророчество выражает ум Бога независимо от Священного Писания, все же всегда в соответствии с Ним. И что мы пытаемся сделать здесь, найти отличия между пророчеством и проповедью. Понятно это? Отличие между пророчеством и проповедью. Еще два отличия. Хорошая проповедь вдохновима Духом Святым, не менее чем пророчество. Но ее содержание исходит от Бога через Писание. Как я говорил, понимать различия между дарами и как они проявляются. И мы будем ясно понимать, что происходит на наших совместных служениях. Итак, номер четыре. Послание, данное через пророчество, исходит прямо от Бога, и поэтому более конкретно. Я пытаюсь избегать ловушки смутного пророчества. Я много такое слышу в современной церкви. Я верю, если Бог хочет вам что-то сказать, то Он будет говорить очень четко и очень специфично. Если возвратиться к примеру Нафана и Давида. Да, Нафан начал историю с истории. Но в конце концов он стал очень конкретным. Нафан. И указал на его грех. Очень конкретно. И таким образом Бог говорит с нами. Бог не хочет, чтобы мы ходили в тумане. Бог хочет, чтобы у нас была ясность. Поэтому очень важно то, чем вы занимаетесь сейчас. Вы изучаете Слово Божие, знаете, что Он говорит. Конечно, это не значит, что если у нас есть пророчество, значит нам не надо учиться. Каждый из даров дан с какой-то целью церкви. И церковь нуждается во всех этих дарах. И нужно быть очень осторожным в церкви, чтобы мы не зациклились на каком-то даре. Или же одном наборе даров. Так же, как я говорю, что церковь нуждается в пятигранном служении, о котором говорит Павел. И задача лидера в том, чтобы это пятигранное служение функционировало в церкви. Апостолы, пророки, учителя, евангелисты. Последний кто? Пастора. Пастора. Такие пятигранные служения должны быть в каждой церкви. Может быть, это не будет супер так проявляемо, но все же они должны существовать. Может, какие-то люди будут более эффективны в каком-то одном служении, апостольстве, евангелизме или другом. И часто эти дары используются в таком, в широком, в теле Христовом вообще, в универсальном. Поэтому, как мы видим, некоторые служения разрастаются в международных служениях. Нет замещения, провозглашению истинной доктрины. С помощью помазанного откровения Духом Святым. И пророчество, это говорить от имени Бога с помощью откровения Духа Божьего. Независимо от Писания, но всегда в согласии с Писанием. Это очень сильный момент, который вам следует понять. Ни одно пророческое слово не дается, ну, как бы, оно не может не соответствовать Писанию. Ни одно пророческое слово не следует принимать, если оно не соответствует Писанию, не в согласии с Писанием. Следующий раздел, пророки в Ветхом Завете. Поскольку основная цель это увидеть функцию духовных даров в современной Церкви, мы также сконцентрируемся на пророчестве в Новом Завете. Но прежде мы также посмотрим и на Ветхий Завет. И очень кратко мы это сделаем. Сравнение ролей пророков в Ветхом Завете и ролей пророков в Новом Завете. поможет нам понять, что нам следует ожидать от пророчества и пророков в наше время. И когда мы вспоминаем пророков в Ветхом Завете, как Моисей, Илья, Исаия, Иеремия и Езекиил. Конечно, есть еще и другие пророки. Давайте кратко посмотрим на этих пророков. Надеюсь, что вы увидите. Здесь вот перечислены пророки вверху. Моисей, потом Илья, вертикально их имена написаны. Исаия, Иеремия и Езекиил. И вот мы находим общие их качества. Первое, призван Богом. И все они отмечены галочкой. Каждый пророк. Движим Духом Святым. И у всех у них галочка стоит. Слышал голос Бога. У Сенина тоже говорил Божье Слово. Предсказывал будущее. Все они отмечены галочкой. Делал чудеса. А здесь разница начинается. Не все они делали чудеса. Только Моисей и Илья. Кто вел народ. Только Моисей. Принимал участие в национальных событиях. Все из них, кроме Езекииля. Говорил к другим народам и лидерам других народов. Все они делали. Записывал Слово Бога. Все, кроме Илии. Поэтому мы здесь видим различную функцию пророков Ветхого Завета. И как я сказал раньше. Часто думая о пророках Ветхого Завета. Мы только думаем, что вот они только будущее предсказывали. Но они делали намного больше, чем просто предсказывание будущего. И поэтому функция пророка может быть очень-очень обширной. Очень долго мне придется перечислять все ссылки на Писание, чтобы подтвердить это. Их очень много. В этом случае вам придется довериться мне. И если хотите самим изучить. Изучить Писание, вы сами заполните эти функции. Это показывает, что пророки Ветхого Завета, это люди большой силы и влияния. Провозглашавшие Слово Бога, проявлявшие силу Его. Не только для Израиля, но также для других народов. Но это не единственные пророки, которые были в Первом Завете. Иногда на некоторых людей сходил Дух Господень, и они начинали пророчествовать. Пример этого в книге чисел, 11 главе, 24-29 стихи. Когда Бог сказал, что возьмет от Духа Моисеева и поместит на некоторых старейшин Израиля. 70 старейшин. Но также на Элдад и Медад, которые были в Кампе. Элдад, Медад, имена. Да? Нужно назвать имена в русском языке. Номер 11, 24-29 стихи. Елдад и Модад. Да. Елдад и Медад. Они все еще были в лагере, но Дух Божий сошел и на них, и они начали пророчествовать. И затем интересный текст идет. Что было с Иисусом Навином? Иисус Навин запротестовал. Когда Иисус Навин запротестовал, то Моисей ответил ему, если бы все в народе Господнем были пророками. Это перекликается с Иоилем, когда Пророком Иоилем, когда тот говорит, что в последние дни я залью дух мой на всякую плоть. И перекликается со словами Паула, когда он тоже говорит, я хочу, чтобы все вы пророчествовали. И такое же желание мы увидим в сердце Моисея, в самом начале Писания, чтобы все пророчествовали. И значение слова Пророк в этом отрывке, во временном контексте, краткосрочном. Потому что мы не знали, продолжали ли те люди пророчествовать. Но в тот момент Дух сошел на них, и они пророчествовали. Пророки в Новом Завете. Если мы хотим понять пророческий дар после пришествия Иисуса, также нужно понять ценность Проседшего наш Пятидесятницу в Деяниях 2. До Пятидесятницы Дух находился лишь с некоторыми людьми. Но в Пятидесятницу был получен ответ на молитву Моисея, и исполнилось пророчество Иаиля о том, чтобы все пророчествовали. Это из Иаиля 2, 28. И Деяния 2, 16-17. И Деяния 2, это поворотный момент в истории человечества. Разделяющая линия в работе Бога с людьми. Но не разрыв, не перерыв между двумя заветами. С этого момента, как Иешуа вошел на небеса, Дух Святой доступен всем. И весь Божий народ является пророчествующим, пророком. Это значит, что те люди, которых называют пророками в Новом Завете, еще до Пятидесятницы, подпадают под категорию пророков Ветхого Завета. Это очень хорошо видно на примере Иоанна Крестителя, который был последним из пророков Ветхого Завета. Иисус это очень ясно сказал в Матфея 11, 13. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Таким образом, Иисус указывал на непрекращающееся продолжение пророков от Моисея до Иоанна. Все пророческое служение Ветхого Завета указывало на Него. Но какова цель пророческого служения после прихода Иешуа? Происходит перемена акцента. И не нужно удивляться, если смещается роль пророка уже после Пятидесятницы в Новом Завете. Когда мы рассматриваем пророков и пророчества в Новом Завете, то мы узнаем, что существует по крайней мере три уровня, в котором слово «профит» или «профессия» может быть использовано. Хорошо, мы должны идти здесь. О, извините. Я думаю, что это... Есть чувство, в котором все Божьи люди – пророки. Первое, в каком-то смысле все Божьи люди – пророки. Хорошо? Пророчество, как духовный дар, данный некоторым христианам, но не всем. Их также можно называть пророками. Первое, Коринфянам 12, 8. И в-третьих, Пророки существуют для того, чтобы подготовить Божий народ на дело служения. Ефесянам 4, 11. Хорошо. И сейчас я хотел бы больше уделить внимание третьей части. И очень быстро мы прошлись по первому, второму моменту. Все Божьи люди – пророки. Пророк – человек, который говорит от имени Бога. И в этом смысле мы можем легко найти и увидеть, почему всех Божьих людей называют пророками. Дух Божий злился, чтобы весь Божий народ пророчествовал – сыновья и дочери. Старцы – молодые. Мужчины и женщины. Это не означает, что все будут пророками в контексте Ефесянам 4, 11. Или же будут применять дар пророчества 1 Коринфянам 14 главы. Но это означает, что Бог дал Свой Дух каждому, чтобы все мы смогли говорить от Его имени. Все христиане, кроме апостолов, рассеялись по Иудеи и Самарии. И Деяния 8, 4 говорит, что они проповедовали Слово, куда бы ни шли. И в результате многие уверовали. И была основана Антиохийская церковь. Эти люди называли проповедниками, как мы их называем «наше время». Они шли и несли Слово. Дар пророчества в 1 Коринфянам 12, 8, 11. Павел перечисляет 9 духовных даров, один из которых – пророчество. И это сильное заявление о том, что этот дар не принадлежит каждому. И Римлянам 12, 6 дает нам также римлянам 12, 6. Он говорит, что у нас есть разные дары по благодати, данной нам. И хотя все дары принадлежат всем, и каждого побуждают искать эти дары, то не обязательно произойдет так, что вы получите его. Потому что мы видим, что Иешуа и Дух хотят, чтобы тело функционировало вместе. И он распределяет дары, чтобы каждый из нас мог каким-то образом участвовать. Хорошо. Давайте посмотрим здесь. Три пункта здесь. Все Божьи люди должны пророчествовать в плане передачи Божьего Слова. Но не обязательно все примут дар пророчества. И не все являются пророками в ракурсе Ефесянам 4, 11. Но что же это за служение, которое мы можем увидеть в Ефесянам 4, 11? Хорошо. Служение пророка. Возможно, самый лучший способ, как можно объяснить дар пророчества, Должность пророка, это напомнить себе то, что мы прочитали в 12 стихе. Сверхъестественные дары – это способности, данные верующим Духом Святым. В плане как Христос дает определенных людей церкви в Ефесянам 4, 11. Если вы сравните два перечня, то они очень отличаются друг от друга. Как в одном отрывке упоминаются пророки, а в другом отрывке пророки, упоминаются пророчества, дар пророчества. И Ефесянам 4, 11 – это люди, которые применяют дар пророчества или же нечто большее. И, возможно, для того, чтобы получить ответ, нужно еще раз смотреть людей, которые называли пророками в книге Диани. Да, хорошо. Это, первое, Агапус, в Аксе 11, 27-28. Деяние 11, 27-28. Агапус, в Аксе 15, 32. 15-32. 15-32. 15-32. 15-32. И затем, в Аксе 13, 1-2. Затем Деяния 13, 1 и 2, и тут есть перечень Варнава, Симеон, Луций, Манаил и Савл, Павел. И мы точно не можем знать, кто из них является пророком, а кто учителем. Либо кто-то из них был либо только пророком, либо только учителем. И мы очень мало знаем о служении этих людей, кроме Агава. Деяния 27, 28. Он получил очень сильное пророчество. Став предвозвестил Духом, что указывает на точное предсказание будущих событий. Его пророчество о голоде по всей Вселенной. Это широко известный пример. Деяния 11, 27-30. Также его предсказание о аресте Павла в Иерусалиме. В Деяниях 21, 11. Из этого видно, что его служение – это не просто дар пророчества. И, как мы знаем, что не обязательно дар включает в себя предсказание. И также он не исполнял ту же функцию, что ветхозаветные пророки. Мы переходим дальше. Дар пророчества и функция пророка. Я думаю, что это не идентично друг другу. Существует служение пророка, но не каждый является пророком. Хорошо, вы можете делать различные вещи с этим. Я могла носить футбольный т-ширт из Астон-Вилла, но это не сделает меня футбольным футбольным игроком. Астон-Вилла – футбольная команда. Я могу носить футболку футбольной команды Астон-Вилла. Какая-то команда. Но это не обязательно, что я являюсь игроком этой команды. И вы видите, что люди ходят вокруг с бейсбол-хатами из Нью-Йорка. Что они? Или же вы видите, как они носят кепки с какими-то наименованиями. Но это не значит, что они играют за какую-то команду. То же самое с пророчеством, которое Бог поместил на мое сердце. Но это не обязательно меня превозносит на уровень пророка как подолженности. И у человека должно быть непрекращающееся проявление этого дара. Чтобы вы смогли прийти к тому моменту, когда вас сочтут пророком. И пророчество может включать также различные дары откровения. И чтобы иметь должность пророка, возможно, вам понадобится постоянство, последовательность в слове мудрости, в слове знания и развлечения духов. Плюс пророческое слово. И это возносит должность пророка к достаточно высокому уровню, стандарту. И я думаю, что многие годы церковь игнорировала функцию пророчества и пророков. И это очень печально. И также, с другой стороны, мы вошли в период, когда пророчество стало слишком привычным. В том плане, что это обесценивает то, что хочет сделать Бог. И не поймите меня неправильно, я рад, что многие люди пророчествуют. Но я не очень счастлив, что Джон, Джек, Марк и Паула все называют себя пророками. Что Джон, Джек, Марк внезапно назвали себя пророками. И я не говорю здесь о каких-то определенных лицах. Но у меня есть ощущение, что если мы не осторожны, то этот дар Духа Святого обесценится. И я ценю дары Духа Святого так сильно, и особенно должность пророка, что я бы не хотел, чтобы это происходило. И я не буду дальше углубляться в это. И дальше следующее, что также соперничество находится в пророчестве, это не толкование языков. Библия говорит, «Более велик тот, кто пророчествует, чем тот, кто говорит языками». Хотя и то, и другое, это вдохновленный голос. Также языки, это вдохновленные. Толкование языков — это вдохновленное произношение. Вдохновленное произношение на незнакомом языке, и пророчество — вдохновленное произношение на известном языке. Отличие от толкования языков от пророчества, то, что толкование языков зависит от языков, а пророчество независимо. Я думаю, что я уже достаточно много рассказал о языках, толковании языков и их взаимосвязи с пророчеством. И то, что я пытаюсь достигнуть, это чтобы вы увидели разницу между этим. Хотя они взаимозависимы, и все же не надо спутывать одно с другим, чтобы не узнавать, не видеть отличия потом. Хорошо, мы должны перерывать. Перерыв.